Всем привет! Меня зовут Женя и с вами Вкусно Тиви. Сегодня будем готовить вот такие потрясающие булочки. Вы только посмотрите на них. Нежные, мягкие, ароматные. Такие румяные, просто замечательные булочки. Поэтому, если вам интересно, то, пожалуйста, присоединяйтесь и поехали. Посмотрите на это. Ох, какая красота! Слюнки текута, как пахнет! И оно такое мягкое, такое сочное, такое нежное тесто. Просто-просто невозможно. Смотрите, супер! Так что поехали, ребят, готовить. Так, здесь у нас 250 грамм теплого сливочного масла. Это все кладем в муку. Пока у нас 3 стакана муки, но будем еще добавлять в процессе вымешивания. Дальше мы добавляем вот такие свежие дрожжи. Это может быть, конечно, и порошковые дрожжи, то есть пакетик, например, где-то 10 грамм. Сколько в пакетике, маленькие-маленькие пакетики такие бывают, вот его достаточно будет. Дальше соль. Чай кушай, кушай. Одна чайная ложка. Да. Паш, ты хочешь меда? Потом. Ты покушай яйцо, а сейчас я иду, хорошо? С хлебом медик будем кушать. Подожди. Также две такие вот чайные ложки, наши русские чайные ложки сахара. Два стакана теплого молока. Два стакана. И сейчас все будем вымешивать сразу, наверное. Ну, мама сразу руками, в общем, что тут. А потом постепенно-постепенно добавляем муку. Вот так вымешиваем. Все перемешиваем. И, естественно, что муки нам надо будет мешать. Паша, покажи, что ты сделал. Та-да. Та-да. Хлеб достал. Буду кормить и свяжусь с вами немножко позже, ребят. В общей сумме 6 стаканов муки у нас ушло. И сейчас вот так аккуратненько все рукой хорошо вымешиваем. До того состояния, пока тесто перестанет липнуть к рукам. Это, естественно, у каждого уйдет по-разному времени. У кого-то побольше, у кого-то поменьше. Но у мамы приблизительно максимум 5 минут, наверное, на это ушло. Даже меньше. Ну, у меня, естественно, уйдет на это минут 5 стабильно. Потому что, да. Все в процессе еще. Обучение. Еще не такие мы профессионалы с вами. Хотя, я думаю, что некоторые, кто меня смотрит, уже давным-давно супер-профи. Вот так. Все, видите, мягенькое тесто. Вымешанное, не липнет. Тазик чистенький стал. Пойду кормить дальше свое чадо. Сейчас возьмем какую-нибудь чистенькую ткань, полотенце. Накроем это все и поставим где-то на час, а можно и больше отдыхать наше тесто. Так как оно дрожжевое, вы знаете, оно должно подойти. Поэтому оставляем его вместе, без сквозняков, в таком достаточно теплом. Ну, либо хотя бы при комнатной температуре. Можно накрыть тканью, можно накрыть... А можно накрыть вот таким вот пакетом, что, в принципе, проще. И вот наше тесто. Буквально даже, я бы сказала, за полчаса подошло. Сейчас, видите, мы поделили его. В общем, вы можете брать все тесто, делить сразу же на одинаковые части. И потом из этих частей делаем вот такие вот колобочки. Масенькие. Тут уже у нас подготовлен желток, для того, чтобы мы его смазали. Точнее, наши булочки. Сейчас, смотрите, берем одну булочку. Вот так. Ой. Итак, смотрите. Ну, либо как мама сделала в воздухе такой кульбит, который я даже не увидела. Так, еще раз. Бельсфельтамадая ваш, Людфен. Я побелюсь. Так, делаем вот такую колбаску. Заворачиваю вдвое. Потом вот так вот. В общем, типа как косичку. Вот так. Угу. И потом вот эту косичку. Ну, делаем как... Еще раз покажу. На словах не могу объяснить, но я думаю, вам видно и понятно. Давайте я вот так еще, чтобы... Так. Так. Косичка. Бурда, берась я ваша, Людфа. Бурюрсу. Тамам. Сонра. Бурюрсу на. Солебена. А, ну вот просто как-то завернули, чтобы соединили. Да. Тамам. И вот так все наше тесто делаем. Еще на всякий случай покажу. Если что, можете вернуть назад в видео посмотреть. Косичка. И соединяем. Оп. Немножко, видите, как соединили? И внутрь его немножко туда, в серединку. Чтобы вот этот шов, так сказать, не был виден. Чтобы он был там внутри, внизу. Опять делаем из колобочка такую длинную косичку. Заворачиваем. Хоп. Хоп. И туда внутрь его прячем. Окей, спасибо. Сейчас все выкладываем вот так вот на противень, на застеленный бумагой. Это у меня тортик здесь готовился, поэтому не обращайте внимания. Экономия во всем. И подождем минут еще 15-20. Пускай эти булочки еще подойдут на противень. Потом смажем желтком и отправим в духовку выпекаться. И сейчас еще раз мама покажет, вот как она делает. Видели? Вот такие кульбиты и моя мамусенька делает. Еще раз. Кто-то говорит, как можно свекровь называть мамой. У меня мама одна. И больше я никого якобы мамой называть не собираюсь. Но, серьезно, не знаю почему. Мне настолько просто и элементарно мою свекровь называть мамой. Никогда, даже с первого раза у меня не вызвало никакого сопротивления внутреннего. Назвать или не назвать. Может быть по имени, просто на вы или еще как-то. Вообще, девочки, не было никакого сопротивления. Возможно, из-за того, что у меня она золотая и вообще не отличается от моей родной мамы. Возможно, мой характер какой-то такой. То есть я даже не могу это объяснить толком. Но, естественно, звезды сошлись у нас с ней. Однозначно, вы видите. Я ее очень-очень люблю и очень-очень уважаю. И благодарна ей за то, что она такая. И благодарна ей за то, что она вырастила такого сына. Для меня, мужа. Вот. За то, как она относится к нам. За то, как она относится к моему сыну, к ее внуку. И, в общем, за то, что она просто вот такой золотой. Еще или это я попыли. Мудрый человек. Поэтому это мама и без всяких, без всяких свекровей. Еще или это я попыли. Или можно сделать вот так. Смотрите. Сделали отдельно две. Ой, даже три. Так. Хоп. Вот как косичку, в общем, заплетаем. Сочечка. Угу. Хайраль башь. Былешим дэ. Булуэт. Этая доро. Немножко запутались. Ну, в общем, суть в том, что можно заплести такую косичку красивенькую. И тоже будет очень даже интересно. Разрезать его. Смотрите, какая прелесть получилась. Ай, чё, гизель. Эль насалы. Можете немножечко положить сахара в желток. Либо у нас это пекмес. У кого есть пекмес, вот столько можете его накапать в желток. Это все перемешать. На и чинпу. Шекер. Да, кормузы. Шейлер насылываю, семетлер. В общем, получается, ну, такой более коричневый, красный цвет. То есть, ну, там, для цвета, в общем-то. Потому что на самом деле сахар, он ведь, наверное, нажать подгарить. Старать карамелизироваться, я так предполагаю. И поэтому цвет получается немножко другой. Можете не добавлять. То есть, это не обязательно. И желтка, в принципе, достаточно. Ну, хотя сахар, я думаю, есть у каждого. Буквально пучок сахара, чуть-чуть так, как соли, щепотку. Не помешает. Вот так вот все хорошенько смазываем и отправляем в духовку до приготовления. То есть, когда они подрумянятся, когда они подрастут и станут такими пышными, красивыми. Тогда будем их доставать. И что же вы думаете? Не есть, а идти в гости с булками. Потому что, как я вам говорила, часто, часто, часто трецкие хозяйки готовят вот такие всякие выпечки, кексы, тортики и прочее, прочее. И просто идут угощать своих друзей, знакомых, соседей, родственников. Либо идут вместе с булками на чай. Что тоже не очень плохо, на самом деле. Пришли гости и принесли с собой вкуснейши. Чуть было не отправили в духовку без нашего с усами, без кунжута. Забыли совсем. Где-то можно беленьким кунжутиком, где-то можно череоту. То есть, девочки по-русски скажут. Чурек-отто. Чурек-отто. Как это по-русски? Сыздаванно. Пельмем. Мама спрашивает, есть ли в России эти семечки. Ну, кунжут точно есть. А вот черненькие, я думаю, тоже есть. Я не обращала внимания раньше. Мы можете побольше положить кунжута. Мама положила мало, потому что она будет еще вот этими черненькими семечками тоже. Вот такая красотень, красотень. А вкусно пахнет. Кто-то не любит дрожжевое тесто. Я обожаю. Именно из-за его запаха. Потому что почему-то, почему-то потому что меня это возвращает домой. Знаете, моя мама тоже булки всякие выпекает. И вот этот запах вот такого дрожжевого теста у меня с детства связан. Ну, а вот это говорит мама, что вот эти семечки черные практически, так, девочки, переведите кто-то поправильнее, но я вот так, как я поняла, то есть они настолько полезны, что они помогают от всего, ну, кроме как от смерти. То есть, да, только мертвым они не полезны, а так, очень полезны, видимо, там куча всего. Так вот, запах теста меня сразу возвращает в мое детство, к моим родителям, к моей маме, к папе. И становится тепло на душе, и приятно, поэтому, да, обожаю запах дрожжевого теста. Все, отправляем в духовку. Мама отправляет в холодную духовку. По мере того, как духовка нагревается, булочки подрастают все больше и больше. Все, погнали. Отправляем в духовочку на 190-180 градусов. Вы смотрите каждый по своей духовке. Так, тени, тени. Вот, все, красавцы. И вот, какая красота. Посмотрите, как они вздулись, как они поднялись. Но это все потому, что мама поставила в такую прохладную духовку, прохладную. Если вы поставите в горячую, то они, в общем, сразу, достаточно быстро покрываются корочкой твердой, которая не позволяет им так вырастать. Да, то есть внутри они, естественно, вздуваются, становятся пышными, но все равно до таких объемов не растут. Поэтому, вот даже в некоторых случаях, плюс того, что надо ставить в духовку уже в разогретую, чтобы они так сильно их не распирало во все стороны. Вот так вот. И та-та-та-та-тан, спустя где-то полчаса вот такая красота у нас получилась. Посмотрите, какие они красивые, какие они замечательные. Вот, видите, какой цвет получился. Конечно же, и с желтком получается красивый цвет, но вот именно когда добавляется пикмес, он получается вот такого более насыщенного коричневого-красного цвета. Вот так что, надеюсь, что вам понравился этот рецепт. Он очень простой, элементарный и быстрый, и вы обязательно приготовите для своих любимых вот такие же потрясающие булочки. Если же это так, то прошу вас меня поддержать, поставить всего лишь лайк. И обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ох, там пискля моя бегает. Ставьте колокольчик, чтобы извещения новых видео к вам приходили, чтобы вы смотрели их обязательно, не пропуская. Подписывайтесь на канал, как я уже сказала. И я от всего сердца вам желаю. Будьте счастливы. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok